Бесконечная боль Забываясь тревожным сном Горящие плюшевые медвежата Это отражение меня в круге зеркал Пуговки глаз пришиты к моей голове небесами Они помогают мне видеть стаи космических птиц Я исколот иголками детских тревожных снов Безропотно погружаюсь в колодцы их голосов На части рвут меня беспощадные дети истины Здорово пацаны Давно не виделись А не виделись мы потому Потому что я лежу 6 числа в травматологическом отделении Диагноз у меня открытый перелом голеностопа Соответствующий рваной раной Ну в общем а по всем по порядку 28 августа у нас был концерт в клубе Герц Ну мероприятие прошло довольно таки достойно Было много всяких людей Байкеры которые приехали Поздравить своего председателя Он как раз отмечал в этом клубе Своё день рождения Молодые пацаны были Ну они там как бы уже устали от слащавого рока И хотели оторваться по полной Что-то им нужно было потяжелее По драйвове такое Было много всяких взятых интервью Различных субкультур Ну как бы Ну вообще мероприятие Как говорится прошло достойно Аж два наряда вызвали Не ничего такого из ряда ур Выходящего не было Всё было как бы тихо, мирно В рамках приличия Потом наступила рабочая неделя Там по прошествии которой Я хотел было взяться за видеомонтаж данного мероприятия Чтобы собрать всё в кучу Эти интервью, кино выступления групп Ну и вообще как бы Смонтировать атмосферу праздника С 6 числа вечером Мне позвонил друг Он у меня занимается всякими станками И вообще там Любитель возиться с чертежами Он там заказывал детали на Алиэкспрессе Короче, в общем он собрался Небольшой станок ЧПУ Он у меня собрал себе в гараже Ну и как бы мы созвонились И мне интересно было Посмотреть как эта штука работает Ну пришли мы там в гараж Естественно там посмотрели Как работает станок Сюда там обмылило там слегка Хотя под хороший закуск Ну что там, блин, мы выпили туда-сюда Да и как бы уже время было как бы позднее Надо было идти домой Гараж вообще как бы недалеко от нашего дома Ну и как бы мы живем в соседних домах Ну и уже жены нас ждали У всех семьи Там работы надо как бы честь знать Ну и типа такие В приподнятом настроении Такие радостные Там домой пошли Там до дома оставалось Наверное, не знаю, метров пятьдесят Наверное, вот они появляются Они Там туда-сюда Ваши документы Там никакие объяснения То, что Ну ладно, там пробили Документов нет Пробили по базе Там туда-сюда Там никакие объяснения Типа, вот наш дом Мы сейчас дойдем Вообще не помогает Только помогает Только один и тот же ответ Сейчас будем кататься на машине Там пройдемте в машину Покатаемся Да какие катания на машинах Блин, а жены будем ждут Ну и в итоге у меня Сломана нога Я истекаю кровью Друг мой в панике Как бы растерялся Не знает, что делать Я потихоньку тухнуть Начинаю засыпаю уже Хорошо жена заволновалась Там туда-сюда Выскочила на улицу Ну как шел-шел Человек из радаров Прошел А так как дело было Недалеко от дома Она нас быстренько нашла Хорошо Вот она сообразила Там как бы взяла себя в руки Там От сумочки ремень отстегнула Ногу мне перетянула Вызвала скорую Скорую я там плохо помню уже Помню, что приехали Там Что-то загрузили Боль адская Там я скриплю зубами Там Пытаюсь не закричать В то же время Боль не дает мне заснуть Как бы Они мне сделали уколы Избаливающими И я так понимаю Что мы поехали Короче В областную больницу Там Я помню Смутно тоже Все это Обсервация Там Туда-сюда Короче Меня там Сразу Операционно Поволокли Что-то бросили на стол Там Какие-то студентики Практиканты Не знают Что остальное сделать Нога у меня висит Как тряпка Голеносток Перебит Вообще Наглухо Кровь плещет Потом Зашел Какой-то Серьезный Мужчина Такой Ему Благодарность Огромная Блин Он там Сразу Разобрался Че Почем Мне там Маску На лицо Кинули Че-то там Ковырялись Ковырялись Там Ну я уже Тухнуть Начал Тогда Заснул Потом Просыпаюсь Вообще Какой-то Коридор Дикий Понять Вообще Не могу Никогда Но я же Не в курсе Был Что От такого Наркоза Отходняк Вообще Чудовищный Ни хрена Не понимаешь Где Находишься Вообще Что с тобой Происходит Такой Взгляд На ногу Кинул Смотрю Блин Она у меня Какой-то На растяжке Через пятку Трос Такой-то Пропущен Блин Глаза Закрыл Такой Опять Заснул Забытье Какой-то Рухнул Опять Голову Поднимаю Где-то Вдалеке Вдалеке Там Слышу Какие-то Голоса Лежу Прислушиваюсь Блин Ну Начинаю Чуть-чуть Сознание Приходить Там Как бы Понимаю Какие-то Люди Навальные Ну Такие же Тоже На каталках Лежат Тоже После Операции Типа Залого Ну А потом А потом Короче Где-то До обеда Я там Пролежал И Меня Перевели В Траматологию Траматологию Да Приехали За мной Так же На каталке Увезли Опять Эти же Самые Растяжки Там Твоя Суда Боль Адская Обкололи Обезболивающими Чуть-чуть Это помогает Ну Сами понимаете Кость Раздроблена Все Нафиг Я там Что-то Побыстрому Собрали Так На скорую группу Там Какие-то Пластинки Вкрутили Блин Ну Это Все равно Не то Надо Более Тонко Опираться Потому Что-то Там Что-то Ужасное Потому Что Этот Врач Который Меня Перевел Говорит У тебя Очень Плохой Случай Как Так Ну А потом Что Потом Операции Блин Тонны Боли Блин Чудовищные Отходники От анестезии Блин Это Очень Очень Страшно Очень Страшно Ну Вот Теперь Более-менее Как бы Собрали Мне там Ногу Пона Вкручивали Там Шурупов Пластин Каких-то Блин Сейчас Идет Дождь На погоду Вообще Это все Валит Блин Реабилитация Долгая Еще Наверное Целый Год Там Пона Выписали Каких-то Там Методик Какие-то Кучи Каких-то Блин Витаминных Комплексов Какие-то Там Блин Хрен Пойми Блин Тренажеры Там Че-то Такое Блин Чтоб Атрофации Мышц Не было Теперь Я Передвигаюсь На Инвалидной Коляске Хочу Всем своим друзьям Сказать Огромное Спасибо За то Что Быстро Отреагировали Помогли Мои Супруги И мне Потому Что Первой Недели Я Был Очень Растерян Подавлен Случившимся А Супруга Тем Более Не Знала Что Делать Всем Огромное Спасибо За Поддержку Ребята Я Вас Очень Люблю Добром Отплачу Будьте Аккуратнее